И надеюсь, что он выпадет, или проще забить и взять что-нибудь более доступное, да, причем, скорее всего, за меньшие деньги. И для того, чтобы каждый раз не отвечать одно и то же, я решил вот сделать обзор, просто буду давать ссылку на ролик всем, кто спрашивает, и им все станет понятно. Расскажу все, что я думаю о данном танке, какие у него плюсы, какие минусы, вообще стоит ли он того, чтобы действительно вот надеяться на удачу, да. Хотя, наверное, ответ очевиден многим, но тем не менее, друзья. В общем, давайте не будем затягивать и приступим. Для начала я объясню вообще, как он у меня оказался, потому что мои постоянные зрители знают, что я в картошку не доначу, вот, но тем не менее, вдруг у меня бизонты. Понимаете, один из моих подписчиков, зрителей, он мне задонатил 5 коробок, то есть просто их подарил. Несмотря на то, что я постоянно говорю, что не надо мне ничего дарить в этой игре. Если хотите поддержать, есть Donation Alerts, да. Покупая имущество, в кавычках, в World of Tanks, вы тем самым не меня поддерживаете, а помогаете Вите Кислому новую яхту себе купить. Если у вас изначально такая цель была, то, пожалуйста, я ничего против Кислого не имею, но все-таки, если вы хотите меня поддержать, то вот так делать, наверное, не надо. Хотя, с другой стороны, все-таки, какой-никакой контент теперь на канале, поэтому в любом случае, моему подписчику спасибо за этот подарок. Итак, машина, ребята, выпала, вы не поверите мне, сука, с первой же коробки. Я никогда не поверю, что это произошло случайно. Вот хоть убейте меня, я не верю, что бизонты может выпасть просто так, потому что повезло с первой, ребята, с первой коробки. Надо тут, наверное, сделать небольшое отступление, я давно не покупал эти коробки, по-моему, года два назад только вот я брал и все. То есть, в том году мне вообще их даже не дарили, потому что я постоянно говорил, что не надо. И вот, видимо, как-то это работает, это всего лишь мое мнение сейчас, это я ничего не утверждаю, просто мне так кажется, что, может быть, тем самым ВГ решили как-то подстегнуть меня к дальнейшему донату. Типа, вот смотри, с первой коробки выпал танк, причем танк многими желанный, ради которого их и крутят, а тут вдруг реально, буквально, ну, там, за первые 100 рублей уже все танк в ангаре. И, видимо, расчет был на то, что я буду донатить дальше как-то, но, конечно же, меня, ребята, так просто не проведешь. Вот поэтому я открыл 5 коробок, там еще выпало 7 дней према, по-моему, с пятой коробки и остальное там, ну, фигня, ничего интересного. В общем, машина эта, если честно, мне изначально не очень понравилась. То есть, когда я на нем первые бои катал, то было немножко как-то больно. Тут, возможно, проблема в том, что у меня экипаж-то отсутствовал, просто потому что, ну, итальянские тяжи, черт возьми, да, откуда взяться моему экипажу. Но, когда я на него поставил все-таки экипаж более-менее там нормальный, нашлось в захромах там кое-что адекватное, плюс еще и он немножко подкачался. Я более-менее как-то научился этот танк правильно снабжать оборудованием нужным, как-то стало чуть попроще. Потому что поначалу меня дико морозила его косость. У танка отвратительнейшая стабилизация и не самое, мягко говоря, быстрое время сведения, да. Даже с учетом всех плюшек. Все равно танк не ощущается точным. Постоянно нужно досводиться, пересводиться, подсводиться. Вот это вот все бесит, честно вам скажу. Поэтому, если вдруг надумаете катать Бизонты, то вам нужно полностью его упороть в стабилизацию, иначе это будет боль. Поверьте мне, просто вас будет все бесить, вы постоянно будете промахиваться. И более того, даже когда вы танк упорите в стабилизацию, все равно он будет мазать. Потому что стабилизация даже при этом останется посредственной. Вот, ну, тем не менее, на самом деле, это по большому счету единственный такой прямо сильный недостаток танка. В остальном он более-менее адекватен по своим характеристикам. Тут, конечно, многие начнут говорить про улучшенную систему дозаряжания. Я вам скажу просто. Вы не будете ей пользоваться. Просто забудьте про ее существование. Я сколько не смотрел стримов с этим танком, сколько сам его не катал, практически никогда эта фишка не используется. Поэтому это просто как пиар-ход. Забудьте, это обычный, по сути, барабан с дозарядкой, как там у Проджета. Ну вот, он ощущается именно так. И иногда, конечно, может быть, так все совпадет, что вы воспользуетесь фишечкой. Но, скорее всего, в 99% случаев вы будете просто играть, как на любом другом итальянском танке с дозарядочкой. В общем, давайте перейдем к остальным характеристикам машины. Альфа-360. На самом деле, для тяжа восьмого уровня это не очень много. Ну, и не сказать, чтобы сильно мало. То есть, это такая средняя характеристика, плюс-минус, да. С учетом барабана, в принципе, нормально. Потому что с барабана дамаг получается больше тысячи. Если вы все три снаряда пробьете, это уже неплохо, да. Тут, как бы, претензий никаких нет. Бронепробитие 218 мм. И, конечно, друзья, я вам честно скажу, для тяжа этого маловато. Но вот мне бы лично хотелось здесь видеть цифру 225 или даже 230. То есть, конечно, разница небольшая, но, поверьте мне, вот этих мм их зачастую реально не хватает. Просто потому, что вы нормально не пробиваете. Зачастую противников девятого и десятого уровня. Да, восьмерки нормально все лопаются, более-менее заходят. Но десятка уже даже в бочину с некоторыми танками, супертяжами, там, маусами, всякими Тай-5 хэви возникают проблемы. И вот лично меня это немножко тоже выморозило. Потому что премиумный танк, он должен фармить в первую очередь, правильно? А чтобы фармить, надо стрелять без голды. Потому что, если вы будете фигачить кумысами, то в этом случае про фарм можете просто забыть. Ну, то есть, конечно, он какой-то останется, тем более сейчас там новогодние бонусы все эти, да, идут. Но это уже будут далеко не те цифры, как вам захочется увидеть. Поэтому в плане пробития, как бы, ну, я не сказал бы, что прям полное дно, но могло бы быть и получше. Вот честное слово. Вот, перезарядка внутри барабана на самом деле тоже очень долгая. Да, первый снаряд перезаряжается 15,9 секунды, потом 14 и 11,2 секунды, да. То есть, разница довольно большая. И, поверьте мне, выезжать вообще, как бы, на противника там с одним снарядом в барабане. И вот играть с неполным барабаном не стоит на этой машине. Как и, в принципе, на всех танках с дозарядкой. Но здесь это прям чувствуется, потому что, ну, реально очень долго. Вот, за то время, пока у вас полностью перезарядится барабан, уже может ход боя поменяться кардинально. Это тоже немножко подмораживает. Ну, это такая фишка, как бы, неоднозначная. То есть, с одной стороны, как бы, дозарядка круто. С другой стороны, как бы, общие цифры зарядки барабана, они немножко напрягают. Но, наверное, это все-таки расклада за дозарядку. Поэтому не буду сильно к этому прикапываться. У танка хорошие УВНы, минус 10 градусов. И при этом не самая плохо бронированная башня. То есть, более-менее, что-то ей танковать можно. По крайней мере, одноклассников. И вкупы с УВНами это позволяет, ну, относительно комфортно играть на картах с рельефом, да, сложным. Это мне понравилось в машине, сразу могу сказать. Точность, к сожалению, друзья, подводит 0.42. Ну, сами понимаете, это, мягко говоря, немного. То есть, машина косая и при этом еще и с плохой стабилизацией. Именно вот это вот сочетание и дает постоянные промахи. И именно это вас и будет бесить в первую очередь. Поэтому, к сожалению, ну, мягко говоря, это никак уж не снайпер. И, повторюсь, чуть позже я покажу, как этот танк чуть-чуть побольше упороть именно в стабилизацию. Если, конечно, у вас есть такая задача. Чуть не забыл сказать еще об одном довольно большом минусе данного танка. Хотя, лично для меня это не стало проблемой. Дело в том, друзья, что внутри барабана у нас перезарядка 3 секунды. То есть, чаще вы стрелять не сможете. И 3 секунды это много для барабанщика. Но я вам, друзья, скажу так, учитывая все-таки Альфу 360 для барабанщика неплохую. Учитывая, что плохая именно стабилизация, вам все равно нужно постоянно сводиться. А вот эти 3 секунды, они не так сильно раздражают. То есть, если у танка была бы хорошая стабилизация, то тогда бы, наверное, вот долгое время перезарядки оно бы сильнее чувствовалось. Но тут все равно вам нужно ждать, пока прицел, сука, снова сойдется в круг, да, в нормального размера. И как раз вот эти 3 секунды и проходят. Поэтому вот меня лично это не напрягло. По ДПМу танк нельзя вообще оценивать вот так вот в сухую, потому что это барабанщик с дозарядкой. У него это немножко по-другому работает. Но, в принципе, урона хватает, я так скажу. То есть, конечно, танк не ощущается, как какой-то мега-дамагер, но он нормально может накидать, если более-менее вот придрочиться к этой дозарядке и как-то вот ее более-менее адекватно использовать. Стараться, тогда будет у вас уже что-то получаться. Прочность стандартная, 1400, ну, для 8 уровня ничего особенного. Корпус бронирования как такового не имеет. То есть, ну, конечно, иногда могут быть какие-то рикошеты, но в целом вас будут всегда в него пробивать, поэтому, ну, нормально танковать можно только от башни и то не всех. Поэтому забудьте про броню. Танк вообще не про это абсолютно. Переходим, наверное, еще к одному такому спорному моменту. Это динамика. Честно вам могу сказать, что мне ее не хватает. У танка уделенная мощность 12,3 лошади на тонну. Как мне кажется, это маловато. Максималка хорошая, 50 кмч, но вы ее не наберете. Да, только с горкой разве что. Поэтому, если вдруг вам очень сильно не хватает вот именно динамики, то, наверное, есть смысл поставить турбонагнетатель. Но, ребята, к сожалению, тогда вы не сможете упороть танк стабилизацию. И вы будете быстрее, да, но при этом вы будете постоянно мазать. Вот такой вот момент, я бы так сказал, спорный. Далее, друзья, давайте все-таки поговорим немного о том, какое оборудование ставить. Во-первых, конечно же, это стабилизатор. То есть, ну тут, я думаю, все и так понимают, без него никуда. Досылателя у машины нету. Поэтому дальше вторым оборудованием, как мне кажется, сюда нужно безоговорочно ставить улучшенный механизм поворота. Потому что это улучшает стабилизацию. Это слабое, скажем так, именно звено в этом танке. Поэтому, мне кажется, тут без вариантов. А вот с третьим оборудованием можно подумать. Тут у нас ячейка на живучесть. И ставить сюда реально вот модули на живучесть, мне кажется, смысла нет. Поэтому, либо вентиляцию, да, втыкаете. Либо, если вы хотите видеть далеко и подсвечивать для премы, это вообще полезно. В плане фарма можете поставить оптику. Но это спорное, скажем так, решение. Вот, либо можно поставить турбонагнетатель. Тогда вы будете чуть-чуть побыстрее танку. Динамики, повторюсь, не хватает. Ну и последний вариант. Можно поставить приводы наводки, чтобы вообще вот просто вот максимально быстро сводиться. И меньше всего бомбить из-за плохой стабилизации. То есть, ну, как вы видите, вариантов вот именно на третий слот их много. Первые два, они практически вот железные. Но вот третий можно немножко, скажем так, уже подумать. Тут кому что нравится. Также я настоятельно вам рекомендую поставить, если у вас вдруг есть, смазку стабилизаторов за боны. Специально покупать, наверное, смысла нет. Но если у вас эта штука накопилась, то можете поставить. Да, по крайней мере, какое-то время с ними покататься. Потому что дополнительные 5% стабилизации на этом танке нужны. Вот реально нужны. И, конечно, можно играть и без них. Но, опять-таки, повторюсь, будет немножко подбешивать, когда вы будете промахиваться. А такое будет происходить довольно часто. То есть, по, ребята, своему геймплею, на самом деле, эта машина, она похожа на любые другие итальянцы. Но с учетом того, что все-таки стаб реально помойный. И с учетом того, что можно что-то потанковать от башни порой. Просто старайтесь не высовываться прям в наглую. Иногда стреляйте по одному снаряду, когда именно это удобно. Когда есть возможность противнику заехать куда-нибудь в бочину или сзади, то высаживайте ему весь барабан. Ну, стандартная такая тема. Думаю, все вы прекрасно понимаете. Голду обязательно нужно с собой носить. Потому что танк реально пробивает не очень. Я рекомендую хотя бы, ну, снарядов 15 кумысов загрузить. Ну, и парочку, может быть, фугасов. Ну, это, конечно, такое себе на барабанщике. Но я всегда вожу на всякий случай. Потому что, ну, бывает реально надо. И жалею, что их нет. Хотя бы один, два, там, три штучки. Ну, три, я думаю, будет в идеале поставить. Смысл есть. Остальное все ББшки. Безусловно. Это мое мнение. Да, тут каждый думает уже своим мозгом. Вот. Ну, по расходникам тут просто что хотите. Там, аптечку, ремку, огнетушитель. Все и так понятно. Именно если говорить о моих впечатлениях о танке. То, знаете, это такой среднячок. То есть, в плане качества. Танк не имба. Танк не супер какой-то фармер. Это просто неплохой прем. И не более того. Понимаете? Вот мне кажется, что про джета будет поинтереснее. У меня его нет, к сожалению. Но я на нем не играл, правда, на Приасаке. Мне про джета в свое время, именно 46-й, я имею ввиду, понравился больше. Этот танк, вот, какой-то вот он, что-то ему не хватает, короче. Вот основное, знаете, что такое вот впечатление. Что-то не хватает, вот, в машине. Дали бы чуть-чуть повыше пробития, 225 хотя бы. И дали бы немножко получше стабилизацию. И танк был бы прямо годный. Но вот из-за того, что приходится изворачиваться, говорю, жертвовать там одними характеристиками из-за стабилизации, это немножко поднапрягает. Учитывая, насколько иногда сложно его вытащить. Я вот, ребята, честно скажу, что крутить коробки вот прямо десятками или сотнями, наверное, все-таки не надо. Его 100% рано или поздно будут продавать еще. То есть, не за коробки. Я уверен, что он появится где-нибудь. Может быть, там, на черном рынке. Может быть, там, на какой-нибудь акции попозже. Может быть, летом. Но он появится еще в продаже. И вы сможете его купить, если вам он нужен, за адекватные деньги. Потому что коробки, вы поймите, это вещь, которая, ну, не даст вам 100% гарантии. Это, скорее, знаете, для тех, кому хочется просто, ну, вот, именно процесса самого открытия коробок, кого прикалывает это, да, вот, азарт. А если вы хотите конкретный танк вытащить, то это явно не для вас вариант. Потому что, да, мне упал он с первой коробки. Но вы можете влить туда, не знаю, 10 тысяч рублей, и вам он не выпадет. Мне писали люди, которые реально там по 30-40 коробок, по 50 покупали. Им ни хера не выпало. То есть, они вот хотели, там, кто-то XOR хотел, кто-то хотел вот Бизонта. И ни одному, ни другому ничего не выпадает. То есть, падают какие-то стили, еще какая-то хрень. А человек именно хочет другого, а ему все никак это не дается. Вот это, конечно, может произойти с вами. Поэтому я не советую именно уповать на удачу. Поверьте мне, танк реально не имба. Это не супер машина, которую прямо очень-очень хочется. И вы прямо будете на нем разрывать всех. Такого не произойдет. Это просто неплохой танк. Я бы сказал, ну, на четверочку такой, знаете, даже с минусом, наверное. Вот не более того. Да, по нынешним меркам прем не самый. Помойный, играть можно, фармить более-менее. Но все равно, ребята, есть машины поинтереснее. Поэтому моя оценка, повторюсь, 4 с минусом. То есть, просто такой неплохой прем. Не более того, друзья. На этом, наверное, на сегодня все. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Если у вас этот танк есть, обязательно поделитесь. Потому что людям это будет полезно. Также напишите, с какой коробки вы его выбили. Или, если, например, хотели выбить, да, но вдруг не получилось, то тоже обязательно черпните, да, сколько вы денег влили вот без, скажем так, успешных попыток его себе заполучить. Все, друзья. Всех с прошедшим Новым Годом. Всем до скорого. И всем пока.